НЕФРАМОН ПЛЮС На основе экстракта создана рецептура сиропа НЕФРАМОН ПЛЮС. НЕФРАМОН ПЛЮС способствует улучшению функции почек при нефропатиях, вызванных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, приемом лекарств, обменными и воспалительными заболеваниями. При оценке в динамике у пациентов с хронической болезнью почек, включение НЕФРАМОН ПЛЮС в состав комплексной терапии приводило к достоверному увеличению скорости клубочковой фильтрации, увеличению уровня сывороточного альбумина и снижению экскреции альбумина с мочой. НЕФРАМОН ПЛЮС – почечное средство на растительной основе. НЕФРАМОН способствует правильной работе почек. Хорошо зарекомендовавший себя Силдонафил, теперь в формате спрея. 12,5 мг действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент. Новый формат, новые возможности. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В очередной раз мы приветствуем вас на нашем онлайн-семинаре. Напомню, мы представляем клинику высоких медицинских технологий имени Пирогова, СПБГУ, университетская клиника и наше амбулаторное подразделение клинику экспертной органикологии. Меня зовут Шульгин Андрей Сергеевич, моя коллега Старосельцева Ольга Юрьевна. В очередной раз мы будем работать в полюбившемся нам формате, когда не один, а два лектора, а один основной. Сегодня эту роль будет выполнять Ольга Юрьевна, и я ей буду немножко мешать. Значит, такой формат интересен, во-первых, безусловно, два часа смотреть диалог интереснее, чем монолог. Ну и с другой стороны, мы сможем обсудить проблему, которую мы сегодня будем обсуждать. Это мышца тазоводная, их тренировку в каких-то ситуациях с позиции двух немножко разных врачей. Меня как хирурга и Ольгу Юрьевну как специалиста по тренировке мышца тазоводная нейроуролога. Я думаю, будет интересно. Давайте начинать. Ольга Юрьевна, вам слово. Спасибо, Андрей Сергеевич. Добрый вечер, дорогие зрители, уважаемые коллеги. Сегодня тема семинара немножечко, как мне кажется, непривычная, потому что традиционно считается, что всю эту тему можно поместить в формат одного листа А4 и выдать этот лист женщине после родов или на приеме гинеколога. В общем-то, на этом роль врача заканчивается. Однако сегодня моя роль – показать, насколько это неправда, и продемонстрировать роль тренировок мышц тазового дна в современной медицине в 2021 году. Традиционно, если мы говорим о дисфункции органов малого таза, то зона ответственности очень четко поделена между тремя специальностями – это урологом, гинекологом и коллапрактологом. При этом структуры тазового дна, которые являются общими для всех этих трех специальностей, конкретно мышцы тазового дна, остаются без своего специалиста. В связи с чем возникает вопрос, а кто вообще должен заниматься тренировкой мышц тазового дна? Врач-гинеколог, уролог или коллапрактолог? Ну, едва ли у специалиста хватает на приеме после специализированного осмотра, после постановки диагноза и заполнения документации время на подробное объяснение пациентам всех нюансов тренировки. Врач-физиотерапевт, лечебная физкультура или врач-реабилитолог, но проводят ли эти специалисты вагинальный осмотр? Знают ли они нюансы дисфункции тазового дна? Умеют ли они правильно поставить диагноз? Здесь аналогичные вопросы можно задать и носительные инструкторы ЛФК, и инструкторы фитнеса, йоги и прочее. Кто же фактически занимается тренировками мышц тазового дна? Чаще всего кто-то другой. И эту роль очень охотно берут на себя онлайн-платформы, соцсети, Инстаграм, Ютуб, блогеры. И в этом случае говорить о каком-то квалифицированном осмотре, о достаточной компетентности, тем более трудно. А при этом тренировки мышц тазового дна входят в рекомендации по лечению и профилактике таких состояний, как недержание мочи, причем не только у женщин, но и мужчин после операции на предстательной железе. В лечении гиперактивного мочевого пузыря и нейрогенной дисфункции мочеиспускания. В лечении профилактики пролапса органов малого таза, недержание кала, хронической тазовой боли. И с появлением МКБ-11 список этих патологий будет увеличиваться, поскольку в нее включены другие дисфункции тазового дна, такие как синдром релаксированного влагалища. Продолжение следует... Но при этом не существует ни одного стандарта, каким образом нужно тренировать мышцы тазового дна. Если мы посмотрим на тренировки мышц тазового дна с позиции доказательной медицины, то мы всегда можем вспомнить, что мнение экспертов имеет низшую ступень в градации уровней доказательности. И в связи с этим практически исключены тренировки согласно схеме какого-либо врача, какого-либо блогера, эксперта, поскольку это не имеет, как правило, ничего общего с реальной медициной. Если мы говорим о доказательной медицине, то мы должны в своем назначении опираться на результаты рандомизированных клинических исследований или желательно крупных когортных исследований, то есть то, что имеет максимальную степень доказательности. К сожалению, на русском языке достаточно мало литературы, посвященной тренировкам мышц тазового дна, посвященной физической реабилитации. И именно в связи с этим большинство ссылок сегодня в моем докладе будет на работы иностранных коллег. Здесь еще хочу оговориться, что на данный момент количество и качество исследований, посвященных тренировкам мышц тазового дна, причем неважно, тренировкам самостоятельным или без применения каких-то дополнительных средств, качество этих исследований достаточно низкое. Это связано с многими факторами, в том числе с тем, что трудно контролировать протоколы разных авторов, которые очень сильно отличаются. И в связи с этим гораздо проще назначить какое-либо лекарство, отслеживать качество исследования при, допустим, исследовании фармацевтических препаратов. Когда же мы говорим об интервенциях, всегда качество исследования будет хуже. Итак, что же должен уметь специалист, который занимается тренировками мышц тазового дна? Безусловно, мы всегда начинаем со сбора жалоба анамнеза, потому что именно жалобы в конечном итоге определяют цель наших интервенций. Специалист должен уметь провести осмотр, включая вагинальный осмотр, с оценкой состояния мышц тазового дна, измерить силу сокращения мышц, при необходимости использовать дополнительные методы, такие как электромиографию или ультразвуковое исследование. Это необходимо для того, чтобы понимать перспективы тренировок. Специалист должен установить диагноз, наличие сопутствующих заболеваний и при необходимости привлечь смежных специалистов, если есть какие-то сомнения. Мы должны составить индивидуальный план или программу лечения. И план должен быть индивидуальным не только и не столько потому, что у разных женщин совершенно разные физические возможности состояния мышц тазового дна и прочих структур тазового дна, но и потому, что цели могут быть разные. То есть, если, допустим, женщина теряет мочу только во время прыжков на батуте, то ей не обязательно добиваться идеального удержания при каких-то экстремальных физических нагрузках, если она не прыгает на батуте. То же самое. Цель, допустим, пожилой женщины может быть поднять внука на руки, не потеряв при этом мочу. При этом ей совершенно не нужно добиваться тех результатов, которых хочется добиться, например, женщине, которая занимается спортом, и ей нужно всегда быть сухой во время показательных выступлений. Понятно, что у спортсменов тренировки будут более интенсивные. А если мы говорим, допустим, о беременных женщинах или о женщинах после родов, то здесь режим тренировок будет более щадящим. Специалист должен обучить женщину правильной технике сокращения и релаксации мышц тазового дна. При необходимости прибегая к дополнительным методам, таким как биологическая обратная связь, электростимуляция, обучить мышечному контролю и, безусловно, дать рекомендации по корректному образу жизни, которые будут профилактировать ухудшения. И, конечно, мы должны уметь оценить результат и спланировать дальнейшее лечение. Достаточно ли нам только тренировок мышц тазового дна, либо здесь требуется уже переходить на хирургическое лечение. Ольга Юрьевна, прежде чем перейдем к следующему слайду, хотел бы вставить такой небольшой комментарий. Сколько по времени? Я знаю ответ на этот вопрос, я так для дискуссии. Сколько по времени занимает вот этот блок, который вы озвучили, первичного приема пациентки для того, чтобы определиться с лечением и со схемой тренировки? Ну, если мы говорим о первичном приеме, то чаще всего мы укладываемся в один час. Совершенно точно я не представляю, как можно за 15-минутный прием осмотреть женщину, собрать полностью жалобы, желательно еще заполнить опросники, о них я чуть позже скажу, оценить состояние мышц тазового дна, и главное дать должные инструкции. Это технически невозможно, поэтому, допустим, мой прием с оценкой состояния мышц тазового дна продолжается сейчас. Да, вот, к сожалению, все эти нюансы делают абсолютно невозможным выполнение этих тренировок в поликлинике, в женской консультации в рамках ОМС, потому что, ну, такое время ни один врач в государственной клинике себе позволить, безусловно, не может, и, ну, есть еще один нюанс, это не включено в программу ОМС. Поэтому этим пациентам приходится искать лечение в другом месте. Да, так и есть. Мы можем сейчас, наверное, вернуться к презентации. Безусловно, не будем забывать о том, что тазовое дно, конечно же, это не только мышцы. Мышцы, я бы так даже сказала, что составляют меньшую часть тазового дна, и ключевыми компонентами являются сединительно-тканые структуры, это связки и фасции. Причем, напомню, что связки и фасции малого таза – это не просто какие-то структуры исключительно сединительной ткани, они содержат в себе достаточно большое количество гладкомышечных, фиброзных волокон. Они тоже могут сокращаться, но единственное, что не могут сокращаться произвольно. И мышцы тазового дна делятся на три мышечных слоя – это глубокий слой, который еще называют тазовой диафрагмой, средний слой, который называют мочеполовой диафрагмой, и поверхностный слой мышц. В данном случае мышцы осуществляют роль поддержки для сединительно-тканных структур, которые несут на себе основную нагрузку от давления, от веса тазовых органов, от внутребрежного давления. И когда мышцы приходят в несостоятельное состояние, мышцы повреждаются, не функционируют должным образом, то нагрузка на связки кратно усиливается, что может вызвать повреждение сетильно-тканных структур и дальше уже приводить к более серьезным дисфункциям. Также напомню про концепцию трехэтажной анатомии, предложенную Джоном Де Лэнси, согласно которой тазовое дно делится на условных три этажа. Первый этаж, который поддержка на первом этаже обеспечивается крестцово-маточно-кардинальным связочным комплексом, второй этаж – это компоненты эндопелевикальной фасции, и третий этаж – это мочеполовая диафрагма. И в данном случае основная нагрузка идет именно на первый этаж, то есть апекс, купол влагалища, поддерживается за счет связочного компонента, но при этом мышцы тазового дна выполняют собой третий этаж и в некотором роде второй. И мы начнем как раз с этого третьего этажа – мочеполовая диафрагма. Это структура, которая находится в зоне так называемого мочеполового треугольника, основную часть которого составляет глубокая поперечная мышца промежности. Это мышца поперечно-полосатая, она находится под произвольным контролем, то есть мы можем произвольно ее сокращать. Через мочеполовую диафрагму у женщин проходит мочеспускательный канал и влагалище. Соответственно, мышцы мочеполовой диафрагмы играют важную роль в удержании мочи. Если мы посмотрим на последние мышцы, в представленном перечне луковище-пещеристая, луковично-губчатая и седалищно-пещеристая мышцы, некоторые авторы относят их к отдельному слою, к поверхностному слою мышцы, поскольку они не играют принципиальную роль в механизмах удержания мочи. Но, опять же, некоторые авторы включают их в мочеполовую диафрагму. Если мы углубляемся и говорим уже о глубоком слое мышц тазового дна, то это тазовая диафрагма. Тазовая диафрагма состоит из двух мышц. Это парная мышца, поднимающая задний проход, мускулес-леватор Ани. Будем называть ее для краткости просто леватор. И гораздо более небольшого размера копчиковая мышца, мускулес-кокцегеус. Про леватор. Единственное, что хотела бы сказать, что, несмотря на то, что на картинке она выглядит достаточно крупной, толщина этой мышцы в среднем составляет порядка 3 мм. Это небольшие мышцы. Именно это одна из тех причин, по которой многие женщины не ощущают их и не могут ими управлять произвольно. Они гораздо меньше, чем кажутся на картинке. Мышца, поднимающая задний проход, в свою очередь состоит из трех отдельных мышечных компонентов. Это парные лобково-копчиковые мышцы, подвздошно-копчиковые мышцы и лобково-прямокишечные мышцы. Здесь еще надо сказать, что за счет специфической иннервации, несмотря на то, что эти мышцы, я немножко забегу вперед, управляются компонентами срамного нерва, то есть они имеют симметричную иннервацию, у нас половой нерв есть и справа, и слева, сокращаются мышцы единым блоком. То есть мы практически не можем сократить лобково-копчиковую мышцу без участия всех остальных. Именно леваторная мускулатура играет ключевую роль в поддержке тазовых органов. Отдельно немножко хочу сказать про лобково-прямокишечную мышцу и ее роль в функции тазовых органов. Дело в том, что эта мышца формирует петлю вокруг аноректального угла, то есть вокруг анально-прямокишечного соединения. И при гипертонусе этой мышцы создается острый аноректальный угол, что препятствует адекватному пассажу, приводит к развитию обструктивной дефекации. То есть это очень частая патология, которая составляет до половины случаев синдром обструктивной дефекации. Именно поэтому банальные бытовые привычки из серии положения тела при дефекации играют колоссальную роль в повседневной жизни. Иннервация мышц тазового дна. Ну, как я уже сказала, мышцы тазового дна иннервируются преимущественно ветвями нервосподендус из S2-S4 сегментов. Но также существует иннервация за счет ветвей крестцовых нервов, так называемый нервослеватор ани, и существует определенная роль нижнего прямокишечного нерва. О чем это все говорит? Это говорит о том, что при травме нерва, в частности при травме полового нерва, функция мышц тазового дна может резко страдать. И здесь возможны два варианта дисфункции, когда мышца теряет тонус или когда она, наоборот, приобретает гипертонус. Чуть-чуть позже об этом тоже скажу. Мышцы тазового дна содержат в себе быстрые и медленные волокна. Медленные волокна преобладают в этой ситуации. И эти мышцы находятся в постоянном тоническом сокращении. То есть мышцы тазового дна расслабляются только в момент дефекации либо мочеиспускания в варианте нормы. При этом существует рефлекс, согласно которому появляются непроизвольные фазические сокращения при повышении внутрибрюшного давления. Что это значит? Это значит, что если женщина или мужчина, потому что у мужчин точно так же есть мышцы тазового дна, допустим, захотел чихнуть, еще не чихнув, мышцы тазового дна в норме уже пришли в тонус для того, чтобы противодействовать резкому повышению внутрибрюшного давления. Этот рефлекс может нарушаться при травме нервов, либо при каких-то неправильных паттернах использования тазовых мышц. И вот это замедление рефлекса может в последующем приводить к развитию недержания мочи, либо других дисфункций тазового дна. Также, безусловно, эти мышцы поперечнополосатые, они иннервируются соматическим нервом, они находятся под произвольным контролем, поэтому можно выполнить произвольное сокращение мышц тазового дна. Функциях заключается прежде всего в механической поддержке тазовых органов. Также мышцы тазового дна обеспечивают смыкание половой щели, участвуют в механизмах удержания и эвакуации, как мочи, так как ало. Тазового дна, являясь компонентом мышц кора, они отвечают в том числе за стабилизацию таза и поясничного отдела позвоночника, участвуют в динамическом регулировании трибрюшного давления и также они участвуют в формировании родовых путей и сексуальной функции за счет проприоцепции. При нарушении функции тазового дна возможно достаточно большое разнообразие симптомов и здесь достаточно любопытно, что степень анатомических нарушений далеко не всегда коррелирует с тяжестью этих симптомов. То есть, допустим, женщина с незначительным совершенно анатомическим дефектом может предъявлять серьезные жалобы, которые значимо снижают качество ее жизни. При этом другая пациентка, у которой очень выраженная степень пролапса, может совершенно не иметь никаких жалоб. Здесь нет никакой корреляции. Основные жалобы при нарушениях функции тазового дна это появление чувства распирания и тяжести в промежности, развитие пролапса тазовых органов, недержание мочи любого типа, учащенного мочи спускания, недержание кала, газов, попадание воздуха в вагинальный канал, а также возможны варианты, когда появляется неполное поражение мочевого пузыря, затрудненное мочи спускания, затруднение приодификации и хроническая тазовая боль. Здесь несложно понять, что чувства неполного опорожнения, затруднение приодификации и тазовая боль, они связаны именно с гипертонусом мужества тазового дна, тогда как первая часть симптомов именно с недостаточным тонусом. К факторам риска дисфункции тазового дна относится в первую очередь женский пол. Женщины, безусловно, гораздо более подвержены такой проблеме. Это генетическая предрасположенность, заключающаяся в особенностях развития соединительной ткани, коллагеногенеза. Влияет на риск развития дисфункции тазового дна, количество беременностей и родов, возраст, поскольку вероятность значительно прогрессирует с возрастом. И к модифицируемым факторам риска относятся ожирение, чрезмерные физические нагрузки, занятия профессиональным спортом, курение и некоторые другие факторы. Недержание мочи – это один из наиболее распространенных видов дисфункции тазового дна. Приведу статистику по Российской Федерации. То есть это аудит 2019 года. За 2019 год в аптеках России было продано урологических прокладок на сумму 2,5 млрд. рублей. И практически 6 млрд. рублей составила стоимость подгузников. Здесь еще не представлены влагодерживающие простыни и прочие приспособления для отведения мочи. То есть это проблема, которая очень распространена. По российской статистике в популяции порядка 30% женщин сталкиваются с симптомами недержания мочи. Безусловно, симптомы прогрессируют с годами. И чем старше женщина, тем больше вероятность столкнуться с такой проблемой. Как основной причиной развития дисфункции тазового дна, как я уже сказала, это беременность и родов. Как они влияют на состояние тазового дна. Безусловно, роды это травма. И травма может задействовать синтетно-тканные структуры. Кроме того, здесь очень важную роль играет второй период родов. Поскольку именно длительный второй период родов чаще всего приводит к компрессии сосудов и нервов. Вызывает ишемию, травму нервов. Что в последующем сказывается на функции мышц тазового дна. Значимо ее снижает. Безусловно, роль играет в том числе и ремоделирование синтетной ткани во время беременности. Потому что под влиянием гормонов, когда выделяется большое количество релаксина, синтетная ткань становится более рыхлой, более эластичной. И в этом случае симптомы становятся наиболее явные. Чаще всего с, допустим, надержанием мочи. Женщина сталкивается как раз либо во время беременности, либо сразу после родов. И роль играет количество и продолжительность родов. Способ родоразрешения в этом смысле вагинальные роды более травматичны для тазового дна. И у женщин, которые разрешались путем кесарево сечения, риск развития недержания мочи меньше, но тоже присутствует. Применение инструментов и возраст матери. Что происходит с леваторами во время родов? Во время родов они растягиваются более чем в три раза. Именно с этим чаще всего и связана травма. Согласно исследованию 2003 года Джон Де Лэнси, Порядка 20% первородящих на МРТ демонстрировали визуальный дефект леваторов. Также у порядка 60% женщин в той или иной степени развивалась травма нервов, ишемии мышц и так далее. У 80% из них в течение первого года все восстанавливалось. Но, безусловно, это оказывало колоссальное влияние на прогрессирование состояния. С чего вообще начинались тренировки мышц тазового дна? Существует поверье, что это какие-то сакральные древние знания, которые передавались с поколения в поколение и так далее. Давайте посмотрим, насколько это правда. Впервые тренировки мышц тазового дна упоминаются в древнекитайском трактате, который называется «Канон Желтого Императора» почти 2500 лет до нашей эры. Но на тот момент использовались они преимущественно для мужчин. Безусловно, этот источник литературы не имеет ничего общего с современной медициной. Здесь было больше эзотерики, и тренировки не применялись в концепции сохранения здоровья тазового дна, функций тазовых органов. Речь была про борьбу с преждевременной экуляцией. В Тревней Греции порядка 200-400 лет до нашей эры, в трудах Гиппократа и Галина, также упоминаются упражнения для мышц тазового дна, но тоже их выполняли преимущественно мужчины. И также они не имели никакой роли в лечении дисфункции тазового дна у женщин. Мы можем подтвердить это тем, что лечение пролапса матки в Древней Греции не имело ничего общего с тренировкой мышц тазового дна. Женщины чаще всего подвешивали вверх ногами, пытаясь править выпавшую матку. Около 200-300 лет до нашей эры впервые тренировки мышц тазового дна упоминаются в литературе Древней Индии. Мулабанха — это один из традиционных элементов йоги, который в современную йогу также пришел, корневой замок. И это, наверное, первый момент, когда о тренировках мышц тазового дна, но тогда это было не на тренировке, а сокращение мышц тазового дна, заговорили в концепции какого-то защитного элемента. То есть исторически тренировки мышц тазового дна были созданы совсем не для этого. Если мы поговорим про лечебную гимнастику, которая применялась на территории Советского Союза, была достаточно распространена и популярна, то наиболее популярным методом является лечебная гимнастика по методу Матабекова, в модификациях Юнусова, гимнастика Прибылова и так далее. Это физические упражнения, которые, в отличие от классических тренировок мышц тазового дна, включены в национальное руководство по гинекологии. То есть эти упражнения до сих пор в ходу. Комплекс лечебной физкультуры, который направлен на тренировку мышц тазового региона, тренировку мышц передней брюшной стенки, поясницы и ног. Здесь есть несколько нюансов. Положительно в этих упражнениях то, что впервые придумали заниматься не в горизонтальном положении, а с приподнятым тазовым концом, что, безусловно, снижало нагрузку на тазовое дно. Но адекватных исследований, которые позволяют оценить их эффективность, на данный момент нет. И многие из этих упражнений, если мы посмотрим на картинки, они не вполне безопасны для женщин, которые столкнулись с дисфункцией тазового дна. При этом подтекание мочи во время выполнения упражнений приводит к тому, что до половины женщин отказываются от занятий спортом абсолютно любым. И многие из упражнений, которые включены в лечебную гимнастику от Абекова, они могут приводить к подтеканию мочи. Насколько эти упражнения в настоящее время имеют место, безусловно, ЛФК всегда полезно, но это не имеет на данный момент какого-то уровня доказательности. В 1947 году Арнольд Кегель придумал свой метод тренировки мышц тазового дна с помощью перинеометра. Изначально придумывались эти упражнения, конечно, для того, чтобы продавать устройство. То есть Арнольд Кегель стал изобретателем прибора, который представлял собой манометр и грушу, которая вводилась во влагалище. И за счет сокращения груши можно было оценить на манометре эффективность сокращения мышц тазового дна. То есть это был первый прибор с биологической обратной связью, который, в принципе, был предложен. Согласно исследованию, которое в 1948 году гинеколог опубликовал, эффективность таких тренировок составила 84%. Это был прорыв. Собственно, тренировки достаточно быстро набрали популярность. И в течение 30 лет перинеометры успешно продавались. Делали их Арнольд Кегель вместе с супругой самостоятельно, дома, на кухонном столе. Но, в принципе, тренировки стали достаточно популярны. Потом, когда появлялись новые методы хирургического лечения, о тренировках на несколько десятилетий практически забыли. И вернулись уже в 21 веке. Тренировки мышц тазового дна получились... Мы как бы вернулись в прошлое. Почему такое произошло? Дело в том, что в отличие от хирургического лечения, тренировки это не инвазивный метод. Они практически не имеют побочных эффектов. И, безусловно, они не ограничивают последующие опции, в том числе хирургические. С развитием тазовой хирургии, с появлением сетчатых имплантов, которые начали активно применять в лечении недержания мочи, в лечении пролапса тазовых органов, кратно возросло число осложнений. Именно это стало вынуждать специалистов во всем мире искать более щадящие, более нейтральные методы для лечения. Именно поэтому тренировки снова стали популярны. Ольга Юрьевна, наверное, после демонстрации таких страшных картинок, я, наверное, должен обязательно дать какой-то комментарий. Во-первых, действительно, это картинки, которые, наверное, самые страшные, которые можно на сегодняшний день найти из опубликованных. Сегодняшний уровень нашей хирургии, он, конечно же, все это обеспечивает более красивый результат. Но мы вот уже поговорили об анатомии, об иннервации, о строении тазового дна. Сейчас будем потихоньку переходить к уже непосредственно к тренировкам, к эффективности, к методикам. И я бы хотел тут расставить несколько акцентов, которые, на мой взгляд, важно будет зрителю понять, уяснить, чтобы дальше все правильно укладывалось. Тренировка тазового дна или операция? Одно и то же ли это заменяет одно другим, на что нужно ориентироваться? Безусловно, существуют стадии заболевания. Если это начальная стадия пролапса тазовых органов, мы будем рекомендовать тренировки. Если это более выраженный пролапс, то ясно будет, что тренировка, она неэффективна, необходима хирургия. Но акцент я хочу сделать на том, что эти методы, они принципиально воздействуют на разные структуры тазового дна. Если мы говорим о мышцах, то мышцы можно только лишь натренировать. А если мы говорим о соединительной ткани, о связках, о фасциях, то их тренировать невозможно, их можно восстановить хирургически. И вот истина-то накроется как раз в комбинации, в понимании того, что нужно конкретному пациенту, с чего начать, какие структуры необходимо восстановить и каким способом, что нужно тренировать, что нужно оперировать. И здесь происходит приложение индивидуального подхода к пациенту, которое во многом зависит от возможностей, возможности диагностики и опыта врачей клиники. Значит, может быть, наверное, мы расскажем, как это происходит в нашей клинике. Сейчас вот мы пришли к тому, что, например, придя ко мне как хирург, женщина на первичный прием, может быть, она сразу изначально рассчитывала получить какое-то хирургическое лечение, но я вижу, что ее заболевание находится на такой пограничной стадии, когда, может быть, какие-то есть сомнения, да, безусловно, я могу ее прооперировать, но мы очень часто, в частности с Ольгой Юрьевной и с другими специалистами по тренировке тазового на нашей клинике, используем такой подход. Мы коллегиально осматриваем пациента и принимаем решение, что этому пациенту необходимо сделать в первую очередь, либо будет показана какая-то монотерапия. Наверное, о каких-то частных случаях этого момента, этих моментов мы поговорим позже, когда будут картинки об анатомии. Давайте продолжаем. Насколько же вообще тренировки мышц тазового на эффективны? Но здесь можно посмотреть в концепции разных заболеваний, смотря что мы лечим. Если речь идет о недержании мочи, то в одном из последних крупных исследований 2018 года, это данные метаанализа Кохрейн, приблизительно у 56% женщин, которые регулярно выполняли тренировки мышц тазового дна, отмечалось прекращение симптомов недержания мочи. То есть приблизительно каждая вторая женщина из тех, кто начинал тренировки мышц тазового дна по поводу недержания мочи, добивались улучшения до такой степени, что отказывались от хирургического лечения. Это достаточно высокий результат эффективности. Важно, что эффект упражнений не снижается с возрастом, и пожилые пациентки также могут добиваться положительного эффекта от тренировок. И, безусловно, эффект дозозависимый. То есть только интенсивные регулярные тренировки дают хороший результат. Если мы говорим о тренировке мышц тазового дна в концепции лечения пролапса органов малого таза, здесь статистика несколько хуже. То есть если у пациентки уже есть развившийся пролапс, то тренировки мышц тазового дна могут позволить уменьшить степень пролапс примерно на одну единицу. То есть, допустим, если женщина имеет опущение второй степени, то регулярные тренировки могут привести к тому, что опущение у нее станет первой степени, и с первой степени, соответственно, нулевой. У 17% женщин тренировки мышц тазового дна повышают вероятность снижения вружной степени пролапс тазовых органов. При этом, несмотря на то, что полностью избавить от опущения тренировки мышц тазового дна, наверное, не могут, они значимо снижают симптомы пролапс тазовых органов. И для многих женщин этого достаточно. То есть здесь приведены данные многоцентрового рандомизированного клинического исследования, опубликованного в журнале Lancet, при котором практически все женщины, которые регулярно выполняли тренировки мышц тазового дна с пролапсом тазовых органов первой и второй степени, отмечали улучшение клиническое. При этом тренировки практически не дают осложнений. В этом же клиническом исследовании опубликовано всего три осложнения. Одна пациентка упала перед тренировкой, у одной развелась как цагодиния, и одна пациентка испытала одышку во время тренировок, что вынудило ее прекратить это занятие. Как действуют упражнения для мышц тазового дна? Что вообще происходит при сокращении мышц тазового дна? Значимо возрастает максимальное давление закрытия уретры. Если вспомнить механизм удержания мочи, то именно давление закрытия уретры обеспечивает препятствие подтекания мочи из уретры в момент сокращения мочевого пузыря. То есть давление в уретре должно превышать давление в мочевом пузыре. И сокращение мышц тазового дна может повысить давление закрытия уретры от 5 до 40 см водного столба. То есть достаточно значимо. При этом при сокращении происходит дополнительная активация уретрального сфинктера, что еще сильнее усиливает давление закрытия. Усиливается механическая поддержка тазовых органов, уменьшается ширина половой щели, мышцы укорачиваются приблизительно на 17%. И регулярные тренировки, так же как и тренировки любых скелетных мышц, приводят к гипертрофии мышц. В случае с тренировками мышц тазового дна, при регулярной тренировке происходит увеличение толщины мышцы приблизительно на 1,5 мм. Кажется, что это совсем немного. Но, как я уже ранее говорила, толщина элеваторов приблизительно на 3,5 мм. Поэтому это достаточно значимая цифра. Кроме этого, сокращая мышцы тазового дна, рефлекторно подавляется активность детрузора, что имеет хороший эффект при гиперактивном мочевом пузыре. И регулярные повторения тренировок включают моторную память. То есть все это в последующем становится автоматическим. То есть женщина приобретает навык. Что вообще-то значит сильные мышцы тазового дна? Здесь на слайде вы видите фотографии. Это жительница России Татьяна Кожевникова, которая является рекордсменкой Гиннесса. Она поднимает мышцами тазового дна вес до 14 кг. Это ни в коем случае не руководство к действию. То есть насколько мы можем вообще оценить силу мышц тазового дна? В чем она заключается? Мы можем оценивать силу несколькими способами. Это пальпаторный осмотр и инструментальный осмотр. Один из самых популярных способов оценки силы сокращения является использование модифицированной оксфордской шкалы. Вообще оксфордская шкала изначально была придумана для оценки мышечной силы других групп мышц, но и Лейкок и Джерват модифицировали ее для оценки мышц тазового дна. При этом рекомендуется проводить вагинальный осмотр с помощью одного пальца и пальпировать мышцы на 8 и на 4 часах условного циферблата на глубине порядка 4-6 сантиметров. Согласно этой шкале выделяется 5 градаций силы мышц тазового дна. 0 баллов, если при попытке сократить мышц тазового дна врач не ощущает никаких сокращений. 1 балл – это очень слабое сокращение, мерцающее. 2 балла – слабое, но ощутимое сокращение. При этом не визуализируется движение промежности, то есть сокращение не видно глазом. 3 балла – это сокращение умеренной силы, при котором врач может пропальпировать движение брюшка мышц под пальцем и визуально заметить движение промежности к переде. 4 балла – это уже хорошее сокращение, при нем происходит при поднимании задней стенки влагалища. Легкое сопротивление, если надавить на нее пальцем. И 5 баллов – это сильное сокращение с втягиванием пальца специалиста. Насколько эту шкалу удобно использовать? Значение результатов тест-ретест, то есть устойчивость результатов теста при повторении разными специалистами – порядка 45%. Это говорит о том, что приблизительно в 45% случаев, если одну и ту же пациентку осмотрят несколько разных врачей, результаты совпадут. Не самая надежная шкала, но очень простая, которую можно в принципе в обычной практике использовать. Более надежной считается оценка силы сокращения мышц тазово-1 по системе PERFECT, предложенной теми же авторами несколько лет спустя. Это анаграмма, при котором оценивается не только балл по оксфордской шкале, но еще и выносливость мышцы. Пациентку просят сократить мышцы тазового дна и удерживать их до 10 секунд в напряжении. Соответственно, врач должен оценить, на какой секунде происходит непроизвольное расслабление мышц. После небольшой передышки пациентку просят повторить до 10 сокращений мышц тазового дна, сможет ли она выполнить их с той же силой. И через минуту отдыха просят выполнить до 10 быстрых сокращений. Результаты записывают в численной шкале. Устойчивость результатов теста при оценке по системе PERFECT около 95%. То есть это гораздо более надежная схема, но и гораздо более технически сложная и требующая больше времени. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, насколько может гинеколог на обычном осмотре в поликлинике качественно оценить состояние мышц тазового дна, едва ли это подходящий инструмент. К инструментальным методам оценки силы мышц тазового дна также относится электромиография. Электромиография регистрирует биоэлектрическую активность в мышцах. Она может быть неинвазивной и игольчатой. Неинвазивная электромиография осуществляется с помощью поверхностных, либо интракорпоральных вагинальных датчиков, которые имеют на себе пластины, считывающие биоэлектрическую активность мышц. Игольчатая, соответственно, проводится с помощью игл, которые прицельно вводят в определенную группу мышц. Этот метод не применяется рутинно, поскольку для неинвазивной электромиографии достаточно велика степень погрешности. А игольчатая ЭМГ крайне сложна в использовании, в применении, в трактовании. Требует специфического оборудования, но и инвазивная достаточно некомфортная для пациента. Вагинальная манометрия на данный момент считается наиболее точным инструментальным методом объективной оценки силы мышц тазового дна. И первым вагинальным манометром как раз таки был аппарат Кегеля. Современные аппараты работают по аналогичному принципу, за исключением того, что механический манометр заменен цифровым аппаратом. Это исследование позволяет оценить силу сокращения, которая оценивается в миллиметрах водного или ртутного столба. И это удобно тем, что очень легко оценивать в динамике эффективность тренировок. То есть у пациентки до начала тренировок оценивается тонус, допустим он составляет какое-то одно число и через 2-3 месяца регулярных тренировок повторно оценивается сила сокращения мышц тазового дна. И уже можно оценить есть какой-то прогресс или нет. То есть на данный момент этот метод является предпочтителем. Но выполнять его рекомендуется только под руководством специалиста после предварительного обучения техники сокращения мышц тазового дна. Поскольку манометр, то есть груша, заполненная воздухом, будет реагировать не только на сокращение мышц тазового дна, но и на натуживание. И если пациентка не может корректно сократить мышц тазового дна, то результат может быть недостоверным. Также к инструментальным методам оценки мышц тазового дна относятся УЗИ промежности, которые можно проводить трансвагинально, трансперинеально, с 3D или 4D реконструкцией. УЗИ позволяют оценить анатомию, подвижность уретры, оценить эффективность сокращения мышц тазового дна, но силу мышц тазового дна оценить не позволяет. Какие же есть 3 основных момента в достижении контроля над тазовым регионом? Это поведенческая терапия, это тренировки мышц тазового дна и тренировки мочевого пузыря. Все эти 3 компонента усиливают друг друга, дополняя и улучшая эффект от тренировок. Факторы, снижающие эффективность тренировок мышц тазового дна. То есть, когда мы можем сказать, что тренировки будут гораздо менее эффективны, и стоит задавать вопрос об хирургическом лечении. Это пациентки с тяжелой степенью недержания мочи, с пролапсом тазовых органов более второй степени, при неэффективности тренировок мышц тазового дна ранее выполняемых, пациентки, у которых был длительный второй период родов, пациентки с ожирением, с выраженным нервным расстройством и плохим общефизическим состоянием организма, поскольку у таких пациенток приверженность к тренировкам хуже, а тренировки все-таки требуют определенной дисциплины. Модифицируемые факторы риска. И первое, что в поведенческой терапии мы можем рекомендовать, это снижение избыточной массы тела. Превышение нормального индекса массы тела на 1 единицу или окружность талии на 2 см повышает внутриврешное давление приблизительно на 0,5 см водного столба. И превышение нормального индекса массы тела на каждые 5 единиц повышает риск развития недержания мочи на 20-70%. Это достаточно показательные моменты. При этом пациентки, которые снижают вес избыточный, достигают улучшения симптомов недержания мочи. Поэтому со степенью рекомендации 1А всем женщинам с недержанием мочи, страдающим ожирением, рекомендовано снижать вес. Физическая активность. По поводу физической активности есть определенные спорные моменты. С одной стороны, уровень общей физической активности связан со значительным снижением вероятности развития недержания мочи. Но с другой стороны, не совсем понятно, насколько пациентки с недержанием мочи готовы заниматься физической активностью, потому что сами по себе тренировки способны провоцировать подтекание. При этом есть достаточно много данных о том, что занятия спортом значительно снижают вероятность симптомов нижних мочеводящих путей, если исключать профессиональные занятия спортом. Здесь на слайде вы можете увидеть фотографию спортсменки-тяжелоатлетки, которая поднимает штангу. И такие ситуации, к сожалению, нередки у профессиональных спортсменов, особенно если вид спорта связан с тяжелыми физическими нагрузками. Тем не менее, есть рекомендация с уровнем доказательности 2С, рекомендовать женщинам с недержанием мочи увеличение физической активности. По поводу курения тоже вопрос дискутабельный. С одной стороны, многие исследования не выявляли четкой связи курения и развития недержания мочи, но одно из крупнейших популяционных исследований Эпиконт продемонстрировало, что более высокая частота встречаемости недержания мочи именно у женщин с высоким стажем курения, выкуривающим более 20 сигарет. В любом случае, стоит рекомендовать женщинам с недержанием мочи не только отказ от курения, ничего плохого в этом нет, даже наоборот. Диета. Влияние диеты на функцию тазовых органов здесь не совсем прямое, но существует прямая ассоциация между хроническими запорами и недержанием мочи. В этом случае диета, которая включает в себя достаточное количество клетчатки, жидкости, будет более полезна для профилактики развития недержания мочи. Также существуют данные по эффективности снижения потребления кофеина для снижения частоты мочи и спускания. Итак, про тренировки. Какие задачи мы должны ставить перед женщиной, которая начинает тренировки мышц тазового дна? Прежде всего, мы хотим научиться изолированно выполнять сокращение мышц тазового дна. В дальнейшем упражнения должны повысить силу сокращения. То есть женщина должна сокращать изолированную нужную группу мышц, сокращать эти мышцы сильно, удерживать сокращение в нужном тонусе длительное время, сокращать мышцы в нужный момент времени и достаточно быстро, то есть увеличивать координацию скорость и в последующем уметь сокращать мышцы тазового дна при напряжении других мышц и обязательно полноценно расслаблять. При регулярном повторении тренировок формируется навык. Это свойство головного мозга, нейропластичность, когда повторяющиеся действия формируются в навык. И задача тренировок именно сформировать навык, чтобы привычные действия выполнялись практически автоматически. Какие обычные ошибки допускает женщина, которая выполняет тренировки мышц тазового дна? Чаще всего на осмотре мы видим, что при просьбе сократить мышцы тазового дна, женщина подключает мышцы передней брюшной стенки, приводящие мышцы бедер и ягодичные мышцы. Это плохо, поскольку сокращение получается неизолированным и в конечном итоге это приводит к снижению качества сокращения мышц тазового дна. Задержка дыхания, сокращение мышц тазового дна на глубоком вдохе и натуживание. Все это приводит к тому, что женщина пытается сократить мышцы тазового дна при повышении внутрибрюшного давления. То есть в ситуации, когда выполнить это сокращение физически сложнее. При этом натуживается каждая четвертая пациентка и именно от этих ошибок специалист по тренировкам должен пациентку отучить. Порядка 30-50 женщин не могут самостоятельно выполнить сокращение мышц тазового дна на первой тренировке даже после подробного инструктажа. То есть специалист должен понимать, что даже если женщина не может самостоятельно на первой тренировке сократить мышцы тазового дна, это не значит, что тренировками она заниматься не сможет. Поэтому порой требуется несколько осмотров для того, чтобы женщина поняла, чего от нее хотят, для того, чтобы она научилась чувствовать мышцы. А иногда необходимы дополнительные методы стимуляции. Ольга Рюдна, в этот момент хотелось бы немножко прокомментировать. У меня, как у хирурга, наверное, даже складывается такое субъективное ощущение, что гораздо чаще, чем 50% неправильное сокращение мышц тазового дна при самостоятельных занятиях у пациентки. Это прям практически типичная ситуация, когда придя на прием, женщина даже с небольшим пролапсом говорит, что она пробовала выполнять тренировки, выполнять их самостоятельно, указывает на их неэффективность. И клинически мы видим неэффективность, действительно, имеется пролапс, который прогрессирует. И когда просишь женщину рассказать о том, как она выполняет эти тренировки, можно услышать разные довольно забавные истории. Вот одна из последних. Женщина говорит мне, как только сказали, что у меня что-то там немножко опускается. Я тут же начала тренироваться, все делала, как мне сказали. Я спрашиваю, что вы делали-то? Я, говорит, начала тренировать пресс. Прям у меня были целые занятия, целый день я тренировала пресс. Я приседала со штангой, ягодицы тренировала. То есть тренируется все, что угодно, но совершенно не то, что нужно. И вот повторюсь, что субъективно, мне кажется, если уже осматривать женщину в концепции правильности сокращения мышц тазового дна, то, мне кажется, это лично мое субъективное мнение, данная литература немножко разнятся, мне кажется, что, наверное, 2 из 10 не чаще сокращают то, что нужно. Очень часто это еще связано с тем, что инструкции, которые пациентки получали в свое время от врачей, от подруг, по телевизору, в социальных сетях, от блогеров, они могут не иметь ничего общего с реальными инструкциями, и отсюда, в общем-то, берется такая путаница. Дальше я бы хотела продолжить. Почему вообще сложно сократить мышц тазового дна? В чем вообще проблема? Проблема прежде всего в том, что нет визуального контроля. Мы привыкли все свои движения визуализировать. Мышцы тазового дна, которые находятся глубоко, которые недоступны визуальному контролю, которые достаточно малы, их просто сложно контролировать. Безусловно, адекватная проприоцепция играет положительную роль в процессе тренировок, но если мышца была повреждена, травмирована, или если чувствительность снижена, это только добавляет сложности. Еще один момент, который часто приводит к нарушению функции мышц, это привычка натуживаться в туалете. То есть, в принципе, все, что связано с мышцами тазового дна, пациенты привыкают воспринимать в концепции натужиться. У них нет навыка сокращать мышцы тазового дна, зато есть приобретенный навык тужиться. Здесь есть очень вредная привычка ускорять струю мочи во время мочи спускания. То есть, когда все торопятся, ритм жизни не позволяет нам тратить много времени на себя, поэтому многие женщины, мужчины в том числе, привыкают ускорять процесс мочи спускания натуживанием. В конечном итоге существует исследование, которое демонстрирует наглядно, что эта привычка приводит к развитию недержания мочи и, безусловно, контролировать мышцы тазового дна в таком случае довольно сложно. Небольшое, но очень наглядное исследование непальских авторов женщинам проводили подробный инструктаж, как сокращать мышцы тазового дна, показывали иллюстрированные листовки, объясняли анатомию, объясняли функцию мышцы тазового дна. И после всех этих инструкций только 4 из 14 женщин смогли выполнить сокращение верно. Ну, в общем-то, наверное, Андрей Сергеевич согласовывается с вашими данными. Как объяснить пациентке, какие мышцы вообще мы имеем в виду? Это может быть визуализация. То есть можно показать картинку с мышцами тазового дна, объяснить, где они находятся. Можно дать пациентке зеркало для того, чтобы она изучила внешний вид промежности, поскольку при хорошем сокращении мышц тазового дна промежность движется. Это движение можно увидеть визуально. Это пальпаторный контроль, причем пальпацию может проводить как врач, так и пациентка. Это команда к остановке струи мочи, к которой нужно относиться очень осторожно, поскольку часто использование такого приема может приводить к дисфункции мочеиспускания. То есть однократно попробовать, посоветовать пациентке попробовать установить струю мочи можно, но если это не дало ей почувствовать нужные мышцы, не нужно продолжать регулярно использовать этот прием. Если пациентка не чувствует мышцы, можно попробовать стимуляцию мышц механическую с помощью массажа или вибрации конкретной мышечной группы, или электрическая стимуляция, либо магнитная стимуляция. Очень важный момент, что у женщин с недержанием мочи эффективность тренировок со специалистом гораздо выше, чем эффективность самостоятельных тренировок. Исследования 2020 года совершенно свежие, и вы видите, какая разница. То есть под контролем специалиста 62% пациенток добиваются улучшения при недержании мочи. При выполнении тренировок дома после подробного инструктажа, а после первого вводного занятия аналогичного эффекта добиваются только 30%. Какие есть типы упражнений для мышц тазового дна? Основных три. Это быстрые и сильные сокращения, которые направлены на улучшение координации и силы. Это сокращения с удержанием в течение нескольких секунд, которые направлены на улучшение выносливости. И максимально интенсивные сокращения, то есть когда сокращение удерживается в течение нескольких секунд. И в конце экстенсивно выполняется дополнительно несколько сокращений сверхсильных. Выполнять упражнения рекомендуется именно в такой очередности. То есть на начальных этапах тренировок останавливается на быстрых и сильных сокращениях. А к экстенсивным упражнениям приходят через несколько занятий, когда женщина уже более или менее владеет мышцами. Это еще один слайд по поводу сравнения эффективности домашних тренировок с тренировками подконтрольного специалиста. То есть исследования уже более старые, 90-го года. Очень явно продемонстрировано, что через полгода регулярных занятий в поликлинике под контролем специалиста у женщин отмечалось высшее силы сокращения мышц тазового дна и гораздо меньше значения под теста. То есть меньше грамм мочи пациентки теряли после регулярных тренировок, чем после домашних. На этом слайде я постаралась собрать последние рекомендации различных организаций, которые занимаются недержанием мочи. И можно посмотреть, насколько они отличаются. То есть рекомендации российского общества урологов, которые в настоящее время являются федеральными рекомендациями Минздрава России, рекомендуют выполнять упражнения для мышц тазового дна с применением биологической обратной связи, выполнять 30-50 сокращений в день длительностью от 1 до 15-20 секунд. Европейская ассоциация урологов предлагает выполнять упражнения обязательно под контролем специалиста, и программа должна быть максимально интенсивная. Рекомендация Национального института клинического здоровья и клинического совершенствования NICE предлагает тренировку, которая должна включать не менее 8 сокращений мышц тазового дна 3 раза в день и использовать электростимуляцию или биологическую обратную связь у тех женщин, которые не могут самостоятельно выполнить активные сокращения. Общество уродинамики женской тазовой медицины и урогенитальной реконструкции СУФУ предлагает выполнять 15 сокращений 3 раза в день. То есть на самом деле получается достаточно большое количество опций, и рекомендации сильно отличаются друг от друга. Непонятно, какие из них более эффективны, и сравнительных рекомендаций, сравнения среди этих рекомендаций на данный момент тоже нет. Но что можно сказать относительно этого, что есть какие-то обобщенные моменты, которые в любом случае стоит учитывать. Во-первых, тренировки должны быть ежедневные, поскольку доказано, что регулярность тренировок и интенсивность – это ключевой момент результата. Оптимальным на данный момент считается режим с тремя подходами по 8-12 интенсивных сокращений. Эти цифры не абсолютны, и безусловно количество сокращений должен формулировать специалист после осмотра пациентки, после установки выносливости мышц тазовой лодной. То есть если женщина не может выполнить более двух качественных сокращений, просить ее делать трижды по 12, абсолютно бесполезно. Эти сокращения не будут эффективны, они будут приводить только к мышечной усталости. Сокращать мышцы тазового дна с максимальной возможной силой, удерживать в течение 3-10 секунд, отдыхать обязательно между сокращениями и тренироваться в разных положениях, причем на начальных этапах, либо в горизонтальном, либо с приподнятым тазовым концом, для того, чтобы снизить внутребрежечное давление. Прием, который не имеет аналога в русском языке, в английском называется NEC, в переводе сноровка или ловкость, это прием, представляющий собой произвольное сокращение мышц тазового дна перед и во время повышения внутребрежечного давления. То есть перед поднятием тяжести, перед чиханием, перед кашлем, женщина напрягает мышцы тазового дна. И согласно имеющимся исследованиям, у пациенток с недержанием мочи при умеренном и сильном кашле этот прием приводил к снижению эпизодов подтекания на 98-73% соответственно. Этот прием имеет высокий уровень доказательности 1А, и он рекомендуется для применения женщинам с недержанием мочи и с несостоятельностью мышц тазового дна. Есть также информация о взаимосвязи и функции мышц тазового дна с определенными дыхательными паттернами. Доказано, что тазовая диафрагма сонаправленно движется вместе с грудобрюшной диафрагмой при вдохе и выдохе. Есть исследования, которые показывают увеличение амплитуды движения мышц тазового дна при форсированном выдохе. На данный момент недостаточно каких-то исследований, которые определенно говорили бы, что тренировка мышц тазового дна обязательно должна включать в себя дыхательные упражнения, но выглядит логичным, что сокращение мышц тазового дна проще делать на выдохе, оно получается легче, оно получается сильнее. И этот прием тоже можно использовать в рекомендациях. Также есть некоторая информация по поводу роли внутренних и наружных ротаторов бедра, то есть это мышцы внутренние и наружные запирательные, близнецовые, грушевидные мышцы. Согласно небольшим ратномизированным клиническим исследованиям, тренировки ротаторов бедра снижают симптомы недержания мочи, также эффективны, как тренировки мышц тазового дна. На самом деле использовать эти исследования как рекомендацию мы не можем, потому что совсем небольшая выборка была всего 27 женщин, но включать упражнения на ротаторы бедра в комплекс тренировки мышц тазового дна в целом кажется достаточно хорошей идеей, по крайней мере существующие исследования подтверждают эффективность этих мер. Также есть некоторые данные по использованию, включению мышц передней брюшной стенки, именно поперечной мышцы живота, в комплексе тренировок мышц тазового дна. Впервые такую гипотезу выдвинули Сабсфорд с коллегами в 2001 году, которые показали в своем исследовании, что тренировки передней брюшной стенки могут улучшать состояние мышц тазового дна. На данный момент, опять же, больших рандомизированных клинических исследований на эту тему не было, но в 2004 году Шанталь Демалан продемонстрировала, что тренировка поперечной мышцы живота в дополнении к тренировкам мышц тазового дна не улучшала результаты лечения и держания мочи по сравнению с группой тренировки мышц тазового дна изолированной. Соответственно, физиотерапевты, врачи, ЛФК, реабилитологи очень любят включение поперечной мышцы живота, но на данный момент доказательств какой-то ее роли в функции мышц тазового дна нет. Использовать можно эффект сомнителя. Гипопрессивное упражнение это тоже очень популярное сейчас направление, пресловутый вакуум. Упражнение, при котором создается разряжение давления в брюшной полости, за счет чего мышцы тазового дна и тазового органа подтягиваются кверху. Существует несколько рандомизированных клинических исследований. Последние из них 2020-2018 года продемонстрировали, что вакуум может снижать симптомы недержания мочи, но при этом уступает по эффекту классическим тренировкам мышц тазового дна. Аналогично вакуум может снимать симптомы пролапса тазовых органов, но уступает по эффекту тренировкам мышц тазового дна. При использовании же тренировок мышц тазового дна в сочетании с гипопрессивными упражнениями эффект был сопоставим с изолированными тренировками мышц тазового дна. То есть на данный момент роль вакуума в тренировках мышц тазового дна скорее преувеличена. Каких-то данных за пользу этих упражнений на данный момент нет. Очень популярная история из разряда мифов это нефритовые яйца. То есть наверняка многие слышали, что древние китайские женщины использовали нефритовые яйца в качестве тренажера для мышц тазового дна. Пару лет назад вторая волна популярности у нефритовых яиц появилась благодаря актрисе Гвинет Пелтроу, которая начала активно пропагандировать этот метод тренировки мышц тазового дна. Но вот загвоздка. На данный момент не обнаружили каких-то древнекитайских трактатов, которые описывали бы использование нефритовых яиц или любых других яиц для ношения во влагалище. В 2019 году американскими коллегами было проведено исследование. Они подняли коллекцию в музеях истории и искусства, в которых обнаружили более 5000 нефритовых предметов древнекитайского быта. И среди всех этих предметов нефритовых не было найдено ни одного яйца. Там спрашиваются, есть ли это такой популярный метод, почему этих яиц нет. Единственное нефритовое яйцо, которое удалось найти, это было яйцо Фаберже, которое едва ли можно использовать для вагинального применения. Поэтому нефритовые яйца – это фейк, это не имеет ничего общего с доказательной медициной. Зато весьма успешный коммерческий проект. Ну и, возвращаясь к Гвинн Пелтроу, компанию ГУП в прошлом году штрафовали на 145 тысяч долларов за дезинформацию относительно пользы этого метода. На самом деле носить грузы во влагалище предложили всего 35 лет назад. Идея принадлежала плевнику. Гипотеза заключалась в том, что груз, который введен выше уровня тазовой диафрагмы, воздействуя на мышцы тазового дна, вызывает раздражение чувствительных эфирентных волокон, что в дальнейшем приводит к моторному ответу, к сокращению мышц тазового дна. Если сравнивать с отсутствием лечения, то ношение конусов действительно показало некоторый эффект. Но были определенные минусы. Во-первых, конусы невозможно использовать при пролапсии, они просто не фиксируются. До трети пациенток отказывалось от ношения конусов в связи с дискомфортом. И также появились исследования, которые демонстрировали, что длительное изометрическое сокращение мышц тазового дна, то есть постоянное сокращение, которое появляется при ношении этих конусов, может вызвать ишемию мышц, что явно не сказывается лучшим образом на ее функции. Электростимуляция мышц тазового дна. В теории это метод, который был создан для того, чтобы увеличивать силу, выносливость, скорость сокращения мышц тазового дна и повышать способность сокращать мышцы самостоятельно. Из доказанных эффектов стимуляции можно уточнить подавление активности детрузора за счет стимуляции полового нерва. Это исследование Берри Бергманса 2002 года. Метод рабочий. Он практически не имеет серьезных побочных эффектов. Описано единичное случая раздражения или вагинальной инфекции при использовании вагинальной стимуляции. Но что мы можем сказать об эффективности этого метода? Здесь я хочу привести данные Крайновского обзора по электростимуляции мышц тазового дна в лечении недержания мочи. Этот метод продемонстрировал себя эффективнее, чем отсутствие лечения. Субъективное улучшение в группе электростимуляции было выше, чем в группе мнимого лечения. И улучшение отмечалось у 660 из 1000 женщин в группе электростимуляции по сравнению с 382 из 1000 в группе безактивного лечения. То есть в целом эффект некоторые электростимуляции демонстрировало. Но на данный момент все равно этого недостаточно, чтобы сказать, что электростимуляция таким любым образом эффективнее обычных тренировок мышц тазового дна. Что касается использования электростимуляции мышц тазового дна в лечении недержания кала. Можно продемонстрировать, что анальная электростимуляция с анальной бостерапией эффективнее вагинальной бостерапии с тренировками мышц тазового дна у пациенток с недержанием кала. Но при этом электростимуляция не давала эффективности перед обычной БОСТ-терапией и перед обычными тренировками мышц тазового дна. При этом электростимуляция приводила к улучшению симптомов у пациентов с недержанием кала. И здесь также можно выделить малое число исследований, недостаточно данных. И электростимуляция на данный момент является рабочим методом, но существующее исследование не позволяет рекомендовать его для рутинного применения. А вот для чего электростимуляция может быть полезна, так это для пациентов, которые не могут самостоятельно выполнить сокращение мышц тазового дна. Это рекомендация NICE 2019 года. Если сравнить тренировки мышц тазового дна с электростимуляцией и применением вагинальных конусов, достаточно интересно, что обычные тренировки эффективнее, а конусы считаются более эффективными, чем электростимуляция. Еще один метод стимуляции – это экстракорпоральная магнитная стимуляция мышц тазового дна или так называемые магнитные кресла. Это метод неинвазивной стимуляции мышц тазового дна с помощью воздействия импульсного магнитного поля. Впервые его зарегистрировали в 1998 году. Метод одобрен FDA. И действует он за счет деполяризации двигательного нерва, за счет воздействия электромагнитного поля на мышцы тазового дна. Какие плюсы у этого метода? Он неинвазивный, он не предполагает использование никаких либо датчиков, он прост, он достаточно интенсивен в воздействии, но есть и недостаток – он не формирует навык. Достаточно дискутабельна тема доказательности магнитной стимуляции. Последним наиболее популярным метаанализом, на который обычно ссылаются при оценке эффективности магнитных кресел, это метаанализ ЛИМ, который включал в себя 8 рандомизированных клинических исследований. При этом улучшение отмечалось чаще в группе магнита, но эффективность лечения была указана только в одном исследовании. И это не позволило доказать, что магнитное кресло каким-либо образом эффективнее других методов. Однако в 2019 году был опубликован метаанализ в журнале Scientific Report, это группа Science, который включал в себя уже 11 рандомизированных клинических исследований. И в этом обзоре эффективность лечения также была у пациентов выше в группе лечения магнитной стимуляции. Улучшение значимо чаще отмечалось в группе магнитной стимуляции во всех 11 рандомизированных клинических исследованиях. Поэтому на данный момент можно сказать только то, что, пожалуй, необходимо большее число исследований для однозначного ответа, но магнитное кресло очень рано списывается с счетов. По крайней мере, есть объективные доказательства эффективности этого метода, и нам просто нужно исследовать его дальше. Тренировки мышц тазового дна с биологической обратной связью, БОС или биофидбэк терапия. Это группа экспериментальных процедур, которая подразумевает использование определенных датчиков, внутренних или наружных, которые дают пациентке обратную информацию о том, правильно ли она сокращает те или иные группы мышц. В чем преимущество БОС-терапии? Она позволяет идентифицировать целевые группы мышц, контролировать не только напряжение, но и релаксацию, чего не позволяют все другие стандартные тренировки. Она позволяет контролировать активность смежных мышечных групп, например, исключить сокращение приводящих мышц бедра или передней брюшной стенки. Часто этот метод дополняется электростимуляцией. Варианты БОС-терапии бывают разные в зависимости от приборов. Но вот, допустим, один из вариантов, когда пациентка, сокращая мышц тазового дна, управляет фигуркой, которую нужно провести по определенному коридору. Сейчас попробуем продемонстрировать это на видео. Здесь есть два дисплея. На нижнем дисплее пациентка управляет датчиком мышц тазового дна, сокращением вызывая подъем фигурки, в данном случае рыбки. Верхний дисплей показывает сокращение смежных мышечных групп, в данном случае передней брюшной стенки. То есть пациентка не должна натуживаться, если она будет тужиться или напрягать пресс во время тренировки, мы это увидим. Домашние приборы с биологической обратной связью сейчас стали достаточно популярны. Это приборы, которые связаны с интерактивными приложениями на телефоне. Насколько они эффективны и чем они отличаются от профессионального оборудования? Во-первых, домашние приборы практически никогда не изучались серьезно с точки зрения исследований. Они очень разные. Но основной принцип, в чем заключаются основные отличия, это в том, что никогда при использовании домашних приборов мы не можем оценить смешанные мышечные группы, мы не сможем оценить качество сокращений. Самая основная проблема в том, что пациентка может тужиться, а прибор будет показывать то, что происходит качественное сокращение. В этом случае идея хороша, и идея одна, что у профессионального оборудования, что у домашнего, но нюансы в деталях, которые могут иметь ключевое значение. Домашние приборы с биологической обратной связью едва ли можно рекомендовать для лечения каких-либо патологий. Я здесь, скажем так, сделаю небольшую ссылочку. На ресурсе нашей клиники, на инстаграм, в инстаграм-блоге есть очень такое, на мой взгляд, занимательное видео, где Ольга Юрьевна делает критический обзор приборов для домашних тренировок мышц тазового дна. Кому интересно, мы в конце приведем ссылку на этот блог. Можете зайти посмотреть. Заключение по БОС-терапии. БОС-терапия должна рассматриваться, прежде всего, не как самостоятельный метод лечения, а как метод обучения правильному сокращению мышц тазового дна. И доказано, что тренировки мышц тазового дна с БОС-эффективны для лечения и недержания мочи. При этом пациенты, которые уже умеют правильным образом сокращать тренировки мышц тазового дна, не получат какого-то преимущества использования БОС-терапии. Но вот у тех пациентов, кто самостоятельно выполняет сокращение правильно не умеет, именно БОС позволяет добиться максимально быстро и максимально правильно качественного выполнения упражнений. Но и еще БОС-терапия, безусловно, повышает приверженность к тренировкам у тех пациентов, которые имеют дефицит мотивации. Также есть данные по использованию БОС-терапии в лечении и недержании кала. Так, Американское общество колоректальных хирургов в своих гайдлайнах рекомендует БОС-терапию в качестве начального лечения пациентов с недержанием кала в случае даже в некоторой степени сохранного произвольного сокращения анального сфинктера. Уровень рекомендации 1Б, сильные рекомендации. Как тренировать беременных? Вообще, стоит ли это делать? Безусловно, стоит беременных тренировки снижают вероятность развития недержания мочи на поздних сроках беременности и после беременности на 56-30% соответственно. Также, данные прошлого года, исследования, что тренировки мышц тазового дна снижают продолжительность второго периода рода в среднем на 20 минут, а это, в свою очередь, снижает вероятность травм, вероятность компрессии нервов и, опять-таки, в дальнейшем развитии недержания мочи и прочих патологий. Тренировки мышц тазового дна во время беременности снижают риск развития тяжелых разрывов промежности. И также есть некоторые данные о том, что гораздо эффективнее тренировки мышц тазового дна у беременных сочетать с аэробными упражнениями. То есть, без аэробных упражнений эффект 37%, с аэробными около 50%. Какие нюансы при работе с беременными? Безусловно, мы должны исключить противопоказания. Это риски невынашивания, инфекционные заболевания и так далее. Мы не должны использовать стимуляцию, какую бы то ни было. Мы не должны использовать любые приспособления, которые вводятся во влагалище, в частности, конусы или БОС. Нагрузка у беременных должна быть несколько ниже, чем у пациенток в послеродовом периоде и, соответственно, при лечении недержания мочи, не связанном с беременностью. С 18 недель стоит исключить положение лежа на спине и избегать упражнений на пресс и скручивания. Обязательно прекращать занятия при появлении головной либо любой другой боли, при появлении слабости, тошноты, головокружения и каких-либо выделений из половых путей, то есть кровенистых, либо подтекания колоплодных вод. Еще обязательно нам нужно уметь оценить эффективность тренировок мышц тазового дна. Для этого наиболее объективными методами будут использование дневников мочи и спускания с отметкой эпизодов подтекания мочи за трое суток. Это осмотр пальпации, кашлевая проба для оценки объективного улучшения, заполнение валидизированных опросников, таких как PFDI-20, ICQ-SF, PSQ-12 и прочее. Влаголичная монометрия или динамиметрия. Влаголичная монометрия, как я уже говорила, это наиболее достоверный способ для оценки силы мышц тазового дна. И подтест, который позволяет оценить вес и количество прокладок, то есть вес теряемой мочи. Оценка результата должна быть не ранее, чем через три месяца регулярных тренировок в среднем через три-шесть месяцев. Только после трех-шести месяцев регулярных тренировок можно принимать решение о неэффективности тренировок и перехода к следующему типу лечения, например, хирургическому лечению. Пару слов хотела сказать про вредные упражнения, которые тоже передаются из уст в уста. Раньше они входили в рекомендации, которые часто давали пациентам. Нельзя использовать эти упражнения категорически. Это выталкивание или натуживание, которое приводит к повышению внутрибрюшного давления и фактически являются противоположными сокращениям мышц тазового дна. Это остановка струи мочи. Вы видите здесь выдержка из рекомендаций, которую одна из наших пациенток принесла из другой клиники. Рекомендовалось при каждом мочеиспускании прерывать струю мочи, досчитывать до 10 и повторять до 20 раз за мочеиспускание. Это очень плохо, поскольку может нарушать привычные паттерны использования мышц тазового дна, приводить к гипертонусу мышц тазового дна, развитию хронической тазовой боли и затрудненному мочеиспусканию. Также постоянное изотоническое напряжение вредно и игнорирование расслабления и фазы отдыха. И в конце немножко расскажу про гиперактивность тазового дна, то есть это нарушение релаксации мышц тазового дна в момент мочеиспускания и дефекации. Причины этого состояния может быть много. Это может быть боль, которая вынуждает рефлекторно сокращать мышцы тазового дна. Часто к гиперактивности тазового дна приводит психологический стресс, тревожность, страх, депрессия, психоэмоциональные травмы, включая абьюз и сексуальное насилие. И вот то, о чем я уже говорила, аномальные паттерны использования мышц тазового дна, например, длительное воздержание от мочеиспускания или прерывистые мочеиспускания. Также травмы и некоторые анатомические нарушения. Симптомы гиперактивности тазового дна включают в себя боли в области таза, над лоном, в паху, в промежности. Очень часто эти боли имитируют симптомы цистита у пациенток, то есть появляется сожжение при мочеиспускании, при отсутствии патологии в анализах мочи. И часто женщины годами лечатся от несуществующей инфекции, хотя проблема совершенно в другом. Проблема в гипертонусе мышц тазового дна. Затрудненное прерывистые мочеиспускания, неполное поражнение мочевого пузыря, нарушение идентификации, диспарионии. При таком состоянии тоже показаны реабилитации мышц тазового дна, но упражнения должны быть совсем другими, не на сокращение, они должны быть направлены наоборот, на релаксацию мышц тазового дна. Это может быть воздействием на триггерные точки, миофасциальный релиз, мануальная терапия. Обычные тренировки в этой ситуации противопоказаны. И последний компонент, который позволяет дополнить эффект, это тренировки мочевого пузыря. Тренировки мочевого пузыря – это мочеиспускание через равные интервалы времени, цель которых – восстановление нормального режима мочеиспускания за счет того, что каждый раз, когда пациентка ходит в туалет, мы прогрессивно увеличиваем интервалы между мочеиспусканиями. То есть мы учим женщин избегать похода в туалет на всякий случай, избегать похода в туалет по несколько раз, избегать похода в туалет при первом позыве, откладывать этот позыв. Обычно я рекомендую при возникновении позыва раньше назначенного времени отвлекаться, придумывать какие-то темы, уходить в них, например, придумывать планы на отпуск, вспоминать дни рождения, придумывать подарки друзьям и так далее. Либо считать обратным счетом от 100 до нуля, отнимая семерками или тройками. Обычно мы увеличиваем интервал между мочеиспусканиями на 15-30 минут каждые две недели до достижения оптимальной частоты мочеиспускания. Тренировка мочевого пузыря улучшает симптомы ургентного и смешанного недержания мочи и рекомендована в качестве первой линии терапии между рекомендациями Европейской Ассоциации урологов. И в заключение я бы хотела сказать, что тренировки мышц тазового дна, они как английская королева, не теряют актуальности более 70 лет. Это метод хорошо и давно известный. И несмотря на то, что постоянно появляются какие-то новые, казалось бы, более актуальные методы, тренировки никуда не уходят из нашего поля деятельности, они безопасны, они эффективны, они доступны, они рекомендованы при лечении стрессовой и смешанной формы недержания мочи в любом возрасте, они рекомендованы для профилактики недержания мочи у беременных в послеродовом периоде. И тренировки мышц тазового дна с применением БОС-терапии и электростимуляции рекомендованы тем пациентам, которые не могут самостоятельно выполнить сокращение мышц тазового дна, а также для лечения недержания КАЛа и синдрома хронической тазовой боли, связанные с гиперактивностью мышц тазового дна. Пожалуй, наверное, на этом мы закончим. Ольга Юрьевна, мы вернемся еще раз к этому слайду, мы обещали показать наши ресурсы. Я бы хотел подытожить следующим образом. Давайте попробуем сформулировать, почему любой женщине, который вы себя ощущаете, те или иные симптомы дисфункции тазового дна, не нужно бояться прийти на прием к такому специалисту, как Ольга Юрьевна. Но я скажу со своей стороны, может быть, Ольга Юрьевна что-то добавит. На мой взгляд, во-первых, это совершенно не страшно и не больно. То есть все процедуры диагностические, осмотр, они не требуют какой-то серьезной инвазии и абсолютно безболезненные. Кроме того, мы красочно проиллюстрировали, что самоостоятельные тренировки могут быть не только вредны, точнее не только бесполезны, но и вредны. В ряде случаев и только специалист может принять верное решение, каким образом действовать дальше и не терять время. Мы уже говорили о том, что иногда, в частности в нашей клинике, мы используем коллегиальный осмотр или я как хирург отправлю на консультацию к специалисту по тренировке тазового дна, либо наоборот. Потому что бывают, например, такие клинические ситуации, когда даже при кажущейся простоте и понимании того, что вроде как тренировка здесь показана, то есть формально опущение не более второй степени, в таких ситуациях не принято еще ставить показания для хирургического лечения. Но, например, довольно часто бывает так, что мы видим какие-то анатомические повреждения, без восстановления которых тренировки будут неэффективны. В частности, довольно часто мы находим последствия неудачно выполненной эпизиотомии в период родов. В результате происходит повреждение сухожильного центра промежности, что лишает опоры мышцы тазового дна и их тренировки может быть неэффективны. Либо могут быть отрывки ножек леватора, что нужно восстанавливать хирургическим путем. Либо же, например, изолированное повреждение пуба цервикальной фасции, так называемой изолированной цистоцели, когда есть повреждения только лишь фасции. И это единственный симптом, который беспокоит пациентку. Ну, тут мало перспектив на тренировке, то есть тут тоже действительно можно просто терять время, а выполняя тренировки неправильно, повышая внутрибрюшное давление, только усугубить именно вот этот дефект, который наиболее восприимчив к повышению внутрибрюшного давления. Давайте, Ольга Юрьевна, есть что дополнить по этому вопросу? Я думаю, что нет, в принципе, уже все сказано, то есть опять возвращаясь к той истории, что тренировки под контролем специалистов, они, безусловно, гораздо более эффективны и более безопасны. Давайте вернемся к последнему слайду, еще раз покажем наши координаты. Многих вводит заблуждение, что вот указаны две клиники, это как бы, ну, юридически, может быть, это разные учреждения, но это один коллектив, одна команда, один и тот же коллектив врачей, клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова, университетская клиника СПБГУ, это наш стационар, где на сегодняшний день мы можем обеспечить на высоком уровне практически любую хирургию тазового дна, реконструктивные операции при пролапсе тазовых органов, стрессовом недержании мочи и практически весь спектр можно обеспечить на сегодняшний день по ОМС, то есть совершенно бесплатно для пациента. А клиника экспертной органекологии, это наша амбулаторная составляющая, где концентрируются как раз, значит, пациенты с нейроурологическими заболеваниями, пациенты для реабилитации тазового дна, вот, значит, пациенту к нам обратиться довольно просто, можно написать, значит, на сайт в форме обратной связи в уропортал.ру, либо на почту info.sovako.ru следить за нами можно на нашем, на нашей страничке в инстаграм, уропортал нижнее подчеркивание.ру, также много лекций, много интересной информации, видео с операцией могут быть интересны коллегами, располагаются на YouTube-канале Дмитрий Шкарупа, Дмитрий Дмитрий Шкарупа, это наш научный идейный вдохновитель, руководитель нашей клиники, вот его именем назван, назван канал, то есть довольно просто пациенту к нам попасть, используя вот эти ресурсы. Значит, мы переходим после небольшого блока, мы перейдем к самой нашей любимой рубрике «Ответы на вопросы», задавайте вопросы, еще есть время, будем на них сейчас отвечать, в ближайшее время. Хорошо зарекомендовавший себя силдонофил, теперь в формате спрея. 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Gent. Новый формат, новые возможности. Нефрамон плюс, нефрозащитное средство на основе экстракта касатика тонколистного. Касатик тонколистный – дикорастущее растение из пустыни Гоби. Препараты на его основе традиционно используются в Монголии при нарушении функции почек. В 2011 году российскими специалистами разработан метод производства без спиртового экстракта активных флавоноидов из растительного сырья касатика. На основе экстракта создана рецептура сиропа нефрамон плюс. Нефрамон плюс способствует улучшению функции почек при нефропатиях, вызванных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, приемом лекарств, обменными и воспалительными заболеваниями. При оценке в динамике у пациентов с хронической болезнью почек включение нефрамона плюс в состав комплексной терапии приводило к достоверному увеличению скорости клубочковой фильтрации, увеличению уровня сывороточного альбумина и снижению экскреции альбумина с мочой. Нефрамон плюс – почечное средство на растительной основе. Нефрамон способствует правильной работе почек. Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги! К трансляции присоединяется модератор. Онлайн семинар аккредитован в программе непрерывного медицинского образования. Если вы заинтересованы в получении двух баллов программы НМО, вам нужно участвовать в трансляции не менее 90 минут и не менее двух раз, подтвердить присутствие, закрывая экранные баннеры «Контроль присутствия». В случае выполнения этих условий, коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней. Вы найдете коды в своих личных кабинетах в разделе «Статистика». Тестирование сегодня не предусмотрено условием выдачи баллов НМО, поэтому мы переходим к тем вопросам, которые вы прислали Ольге Юрьевне, Андрею Сергеевичу в чате трансляции. Ольга Михайловна спрашивает. Каков риск развития недержания мочи после радикальной простатоктомии по поводу рака, а также после лучевой терапии рака предстоятельной железы? Андрей Сергеевич, ответьте? Да, да. Безусловно, такой риск есть. В зависимости от тех или иных методов, используемых при хирургии, этот риск может варьировать, достигая даже 70%. Это немножко выходит за рамки того, что мы сегодня обсуждаем, но мы можем сказать, что при не тотальном недержании мочи после радикальной простатоктомии тренировки мышц тазового дна также могут быть использованы. Они ускоряют восстановление. Как правило, в стандартном случае в течение года недержание мочи проходит, в большинстве случаев. А лучевая терапия не сопряжена обычно с риском недержания мочи. Спасибо. Вопрос Юлии Артуровны. Могут ли использовать какие-то элементы тренировки мышц тазового дна дети и подростки, страдающие энурезом? Безусловно, могут. Единственное, что здесь, конечно, все-таки это компетенция детских врачей, детских урологов и гинекологов. Но тренировки мышц тазового дна также применяются у детей. Есть методы БОС-терапии для детей. Это лечение проводится с использованием поверхностных электродов. Поэтому, да, тренировки у детей тоже могут быть эффективны. Вопрос Валентины Михайловны. Как попасть к Вам на прием? Вы осветили в завершении лекции уропортал.ру. Там есть контактная информация? Да, там есть вся контактная информация. Довольно много способов для связи с нами. Спасибо. Следующий вопрос Юлии Артуровны. Как скоро после вагинальных и после оперативных родов необходимо приступать к тренировкам мышц тазового дна? И всегда ли они необходимы у всех ли женщин? Учитывая, что метод этот не имеет каких-то выраженных противопоказаний и побочных эффектов, а преимущество дает серьезное, в принципе реабилитация рекомендуется всем женщинам. Как правило, международное сообщество называет цифру в три месяца после родов. Через три месяца возможны тренировки как самостоятельные, так и с использованием аппаратов. Но какие-то начальные этапы по активации мышц тазового дна могут быть выполнены в целом в ближайшие дни после родов. Единственное, что режим должен быть определенно щадящий, и это нужно обсуждать со своим специалистом до родоразрешения. При кесаревом сечении после оперативных родов период восстановления зависит от нюансов операции от самочувствия пациентки. Спасибо. Вопрос Светланы Валерьевны касается лазеротерапии при слабости мышц тна. Как вы к этому относитесь? К методу лазеротерапии мы относимся довольно сдержанно. Во-первых, этот метод не имеет достаточной доказательной базы, чтобы рекомендовать его рутинно, в отличие, например, от тренировок мышц тазового дна, которые имеют высокую степень рекомендации. Кроме того, мы опираемся не только на рекомендации и статьи, мы имеем собственный опыт применения этой методики, который на нашем опыте также себя не зарекомендовал с положительной стороны. Мы очень сдержанно к нему относимся. Спасибо. Вера Ивановна спрашивает, могут ли отдаленные последствия лучевой терапии яичников, матки, паховой области быть причиной дисфункции мышц тазового дна? У пациентки постлучевая полинейропатия нижних конечностей порез малоберцового нерва, по данным электронейромиографии, практически разрушен левый седалищный нерв. Ну, здесь ответ, в общем-то, в самом вопросе. Полинейропатия, которая вызвана лучевой терапией, безусловно, может приводить к дисфункции мышц тазового дна, поскольку мышцы не функционируют без адекватной работы нервной системы. И если говорить о тренировках мышц тазового дна, боюсь, что в этом случае их роль весьма ограничена. Спасибо. Фатима Долгомидовна благодарит вас за лекцию и спрашивает, возможно ли совместить операцию по поводу пролапса тазовых органов с кесаревым сечением? Нет. Едва ли. Едва ли, да. Спасибо. Татьяна Геннадьевна благодарит вас за семинар и спрашивает, есть ли работы по применению препаратов тестостерона для укрепления мышц тазового дна у женщин в перья и постменопаузе? Работ, которые имели бы высокий уровень доказательности, нет. Спасибо. Владимир Николаевич, интересуются, есть ли данные о связи состояния мышц тазового дна и половой активности? Имеются некоторые данные о положительном влиянии тренировок мышц тазового дна на либидо, на эректильную функцию у мужчин. Но эти данные пока весьма ограничены, по крайней мере, сексологические сообщества пока не включают тренировки мышц тазового дна в обязательные свои рекомендации. Спасибо. Екатерина Владимировна спрашивает, какие дать рекомендации пациентке 86 лет, у которой полное выпадение матки, она управляет матку самостоятельно, тренировка мышц тазового дна и хирургическое вмешательство невозможны, вес нормальный, физическая активность резко снижена. В данном случае при невозможности хирургического лечения, безусловно, лучшим вариантом будет подбор писария. Важно оговориться, что то, насколько будет женщина довольна этим методом лечения, прямо пропорционально правильности подбора формы и размера писария. Этим тоже должен заниматься специалист, который имеет опыт подбора писариев для того, чтобы правильно подобрать этот писарий той или иной женщине в той или иной клинической ситуации. Спасибо. Марина Владимировна интересуется, привычка долго терпеть в детском возрасте приводит ли к недержанию мочи в будущем? На данный момент нет данных о привычке долго терпеть и связи ее с недержанием мочи, а вот привычка долго терпеть и развитие задержки мочи, дисфункционального мочеспускания так называемого. Такие работы есть. Поэтому привычка эта действительно не полезная, не физиологичная и стоит ее избегать. Спасибо. Зураб Васильевич спрашивает, целесообразно ли тренировать мышцы тазового дна здоровым женщинам? Да, в перспективе это может приводить к снижению рисков развития недержания мочи и дисфункции тазового дна. Спасибо. Вопрос Александра Владимировича повторяет уже вопрос Юлии Артуровны, на который Вы ответили раньше, через какое время после неосложненных родов? Три месяца, правильно? Угу. Вот. Гюльнара Рикитовна благодарит Вас за прекрасно поданные интересные материалы. Спрашивает, как практически проводится стимуляция мышц с аппаратными методами, в частности магнитостимуляция. Ну, какой используется аппарат, параметры поля, частота, время и так далее? Ну, в нашей клинической практике, в нашей клинике в настоящее время мы используем аппарат BTL-MSELA. Это аппарат, который имеет мощность до 2,5 Тесла. У него есть предустановленные параметры стимуляции в зависимости от патологии, плюс мы можем выставлять интенсивность с учетом потребностей и чувствительности конкретной пациентки до того уровня, чтобы у пациентки не вызывала стимуляция дискомфорт. Аналогичным образом проводится электростимуляция по заранее подобранным параметрам на приборе. Единственное, что известно, что стимуляция с интенсивностью более 70 милливольт достаточно агрессивна и не рекомендуется для лечения, дабы избежать травмы нервных окончаний. Спасибо. Алексей Евгеньевич благодарит Вас за лекцию и спрашивает о тренировках мышц тазового дна у мужчин. Целесообразно ли они в лечении хронического простатита и для улучшения эректильной функции? Ну, я думаю, может быть, нам есть смысл подумать о еще одной лекции на подобную тему. Очень обширный материал, но в общем целом есть данные об эффективности тренировки мышц тазового дна у мужчин для улучшения эректильной функции. В плане лечения хронического простатита, если говорить о хроническом простатите бактериальном, никакого эффекта тренировки не дадут. Если говорить о синдроме хронической тазовой боли, который часто подразумевается под хроническим простатитом, то тренировки могут быть полезны, но там тоже есть свои нюансы. Они нужны в большей степени на расслабление мышц. Спасибо. Вера Ивановна спрашивает, куда можно направить пациентку на консультацию по поводу дисфункции мышц тазового дна в Москве. Знакомы ли Вы с экспертными центрами в столице? Безусловно, знакомы, но мы, наверное, имеем право приглашать в гости к себе. Петербург не самое худшее место в мире, куда можно приехать. Татьяна Семеновна благодарит Вас за лекцию. Спрашивает, эффективно ли для домашних тренировок рекламируемые вагинальные шарики различных диаметров различной массы. Это то же самое, что нефритовые яйца, о которых Вы говорили? В общем, в целом, да. Это что-то среднее между нефритовыми яйцами и конусами. То есть, обычные тренировки полезнее. Спасибо. Кто может провести аппаратное измерение с модифицированным способом кегеля? В женских консультациях этим вопросом не занимаются. Вам нужно искать специалиста, который занимается прицельной реабилитацией мышц тазового дна. Таких специалистов не очень много, но они есть. Спасибо. Вот Зарина Захаровна поделилась каламбурной шуткой о гегеле и кегеле. Галина Викторовна спрашивает, какие рекомендации для мужчин? Для мужчин конкретных рекомендаций нет. По частоте, по интенсивности тренировок рекомендации аналогичные, что и для женщин. Для мужчин, страдающих инконтиненцией после радикальной простатоктомии. Это рекомендации Европейской ассоциации урологов. Спасибо. Далее. Валентина Александровна благодарит за лекцию, спрашивает, целесообразна ли тренировка мышц тазового дна после оперативного лечения по поводу пролапса? Безусловно, да. Вот мы как раз на этом акцентировали внимание, что тренировки и операции – это опции, воздействующие абсолютно на разные звенья тазового дна. И мы говорили о том, что в тазовом дне имеет значение как соединительно-тканный компонент, то есть это связки и фасции, так и мышечный компонент. Что из этого важнее? Еще большой вопрос. Одно помогает другому. И если при помощи операции восстановлены соединительно-тканные структуры, то дотренировать мышцы тазового дна не помешает, как минимум. Спасибо. Ирина Алексеевна благодарит вас за лекцию и описывает клиническую ситуацию. После родов появилось недержание мочи и опущение матки. Но недержание носит периодический характер. Месяц может быть все нормально, а потом неделю недержания. С чем это может быть связано? Может быть связано как с образом жизни, то есть какие-то дни более активные, связанные с большими физическими нагрузками. Может быть связано с гормональным фоном, поскольку не восстановившийся цикл влияния женских половых гормонов на симптомы недержания мочи тоже прослеживается. Но в любом случае, если такие симптомы уже есть, то стоит начать тренировки, они могут быть весьма эффективны. Спасибо. Ирина Владимировна интересуется, в какой возрастной группе наиболее эффективны эти методы лечения? Есть ли надежда для пациенток зрелого возраста? Данных по наибольшей эффективности в зависимости от возраста нет, но есть данные о том, что вне зависимости от возраста во всех возрастных группах тренировки эффективны. Поэтому пациенткам зрелого возраста они также рекомендуются? Тут большее значение имеет исходная анатомическая ситуация и степень повреждения, нежели возраст. Может субъективно сложиться ощущение, что в пожилом возрасте не могут быть менее эффективны, исключительно за счет того, что в пожилом возрасте более часто будет встречаться выраженная форма пролапса, когда уже нужно оперировать. Но если отталкиваться от степени повреждения мышц тазово-дна, то я думаю, что разницы в зависимости от возраста нет. Спасибо. Эдуард Анатольевич спрашивает о частоте тренировок мышц тазово-дна в неделю и длительности этих тренировок вместе со специалистом. И какой тип движений используется в этих тренировках? Частота тренировок у пациентки должна быть ежедневная. Со специалистом стоит встречаться по крайней мере раз в неделю. И в таком режиме требуется не менее трех месяцев регулярной работы для того, чтобы можно было оценить эффективность тренировок. Что касается тип движений, то это сокращение мышц тазово-дна, при котором происходит движение промежности кпереди и кверху. То есть сжать и подтянуть движение в двух плоскостях. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Ольга Юрьевна, какому количеству пациенток специалист-нереуролог может в течение года помочь? Это сложный вопрос. Какой это порядок? Он будет спать или нет? Скажем так, у нас в клинике в амбулаторном звене ежегодно проходит реабилитацию более сотни пациенток под регулярным контролем. Еще как минимум столько же мы отпускаем домой с четкими рекомендациями после должного обучения для домашних занятий. Спасибо. Раиса Александровна спрашивает, как помочь женщинам в условиях отсутствия специального оборудования, когда пациент не согласен ехать к специалисту? Без оборудования, конечно, помочь несколько сложнее, но по крайней мере использовать мануальные техники, использовать пальцевую перенометрию, оценку по оксфордской шкале или шкале Perfect, которую я сегодня рассказывала, использовать валидизированные инструменты, опросники, дневники мочи, спускания для качественной оценки и, безусловно, контролировать выполнение упражнений. Я тут немножко добавлю, у нас довольно много пациентов, которые обращаются к нам как за хирургией, так и за амбулаторной помощью, которые не проживают в Санкт-Петербурге. И если пациентке требуется тренировки мышц тазового дна, но при этом она не может по каким-то причинам находиться в Петербурге длительное время и регулярно посещать тренировки, то иногда мы к минимальной опции прибегаем. Это однократная тренировка, оценка исходного состояния, консультация, обучение правильному движению. Дальше пациентка уезжает на самостоятельные тренировки из расчета, что она когда-то вернется и будет оценен эффект. Спасибо. Раиса Александровна спрашивает, как попасть к вам на стажировку? На. info.sobako.ru Нужно написать. Спасибо. Лариса Ким просит порекомендовать соответствующую литературу. Ну, я уже сегодня говорила, что на русском языке, наверное, порекомендовать я ничего не могу, но наиболее полный труд это труды Карибо это Evidence Based Physical Therapy for Pelvic Floor Книжка на английском языке я сегодня тоже в одном из слайдов демонстрировала. Можно будет потом на ютуб канале Дмитрия Шкарупа найти эту лекцию и посмотреть в этом слайде, как точно называется книга. Спасибо большое. Вот коллеги прислали вопросы. Светлана Валентина спрашивает о влиянии верховой езды на мышцы тазового дна. И аналогичный вопрос был о велосипеде. Если это профессиональный велоспорт, то здесь влияние скорее с точки зрения риска травмы полового нерва при длительной езде, при длительной компрессии. Но что касается верховой езды, наверное, я не отвечу на этот вопрос, потому что мне не попадались данные конкретно по верховой езде. Но если смотреть в принципе любые профессиональные виды спорта, только плавание и гольф связаны с минимальным риском развития недержания мочи. Практически все другие виды спорта, особенно парашютные, легкая атлетика, тяжелая атлетика, гимнастика, акробатика и так далее, все связано с риском недержания мочи. Вероятнее всего верховая езда также. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за вашу интересную лекцию. Время нашей трансляции подошло к завершению. Многие коллеги прислали благодарность вам за этот семинар. К сожалению, осталось еще много неотвеченных вопросов. Но мы надеемся на то, что вы согласитесь продолжить работу в этой студии. И расскажете еще очень много интересного, полезного участникам наших семинаров. И принесете этим пользу многим и многим пациентам. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, за то, что вы провели этот вечер с нами. Спасибо еще раз нашим преподавателям. До новых встреч.